На самом деле я сегодня хотела поговорить о температурах, о том, как я воспринимаю температуры после Израиля, как я их воспринимала при приезде, потому что у меня часто бывают вопросы на вот как было, когда вы приехали, и какие-то вещи забываются, а вот подходит какая-то тема и вдруг оно как-то вспоминает. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас на дворе 28 сентября 2017 год. Слава Богу, погода сегодня у нас хорошая, в том плане, что не будет жарко. У нас было две недели ужасной, ужасной, ужасной жары. Лето было очень холодным и дождливым, и вот в сентябре вдруг, видимо, оно вспомнило о том, что его не было, и оно как-то бесследно проходит, и поэтому нам забабахало почти 30 плюс температура каждый день, а последние несколько дней под 40 вообще. Это, конечно, ребята, вам тяжело, особенно для тех, кто уже отвык от таких температур. Вот, я вообще не знаю, как мы это пережили. В школах, в зданиях, не офисных, в таких вот, ну, в основном, как школы, там даже колледжи, какие-то, не все, не установлены кондиционеры, система кондиционирования. Ну, как бы, все могут сказать, почему уж такое заставшая страна Канада. Нет, дело в том, что просто, ну, вот, как в Израиле, например, у нас нету системы обогрева, да, то есть просто стоят там электрические какие-то, да, обогреватели, кондиционеры. Нету батареи какой-то системы. А также, в принципе, и здесь. То есть здесь система обогрева есть, а система охолождения не везде. Ну, в цивилизованных, конечно, местах, там офисы, магазины, там, я не знаю, больницы, везде есть. Но, в основном, в школах нету. Поэтому бедные дети летом, конечно, умирают от жары. Вот, и это, конечно, большой такой минус. Вот, так как я сейчас тоже встала в ряды школьников, то у нас тоже здание старое, оно никак не охолождается. Конечно, в офисе там у них стоит кондиционерчик, чтобы вы не подумали. В офисе они побеспокоились, чтобы они работали, как бы, в хороших условиях. А зачем студентам, ученикам учиться в хороших условиях? Так, нормально. Но так как у нас люди взрослые учатся, и наши две великолепные преподавательницы, они, женщины, как я говорю, в климактерическом периоде, их то в жар, то в холод, бедные. Тут это жара, поэтому им, знаете, абсолютно никак, ну, как сказать, вот эта вот погода, она просто для них большой-большой минус. То есть, их самих там в жар, в холод, а тут еще при таких температурах под 40. Представляете, как в здании нагреваются окна, толком открыть нельзя, они, как бы, да, такие, как полуоткрываются. То есть, Насте же окно раскрыть нельзя. То есть, при том, есть буквально там 2-3 окна, которые можно открыть на весь класс. И вот этот матьюпутенький класс, сидит в нем 40 человек. И взрослых людей, это не дети, это взрослые люди, потеем, понимаете. То есть, это кошмар, дышим. Там у нас, например, по программе мы должны проходить были, ну, сушку феном, укладка феном. Мы не можем даже пройти, потому что, если все включат феном, мы просто там умрем все, понимаете. Вот, поэтому в этом плане, конечно же, программа у нас немножко поменялась. И, например, вчера мы учили, как плести косички. Вот, но вообще, к чему я это все говорю, такое длинное вступление, на самом деле, я сегодня хотела поговорить о температурах. О том, как я воспринимаю температуры после Израиля, как я их воспринимала при приезде. Потому что у меня часто бывают вопросы на вот как было, когда вы приехали. И какие-то вещи забываются, а вот подходит какая-то тема, и вдруг оно как-то вспоминается. И вот в данном случае мне вот с этими погодами, что, в общем, буквально вчера еще было под 40, а сегодня уже будет плюс 15, там плюс 10, плюс 15. Понимаете, то когда вот такие вот перепады здесь происходят постоянно. Если вы помните, в феврале, когда у меня были ежедневные видео, когда я по утрам гуляла вокруг района, в один прекрасный февральский день я вышла, и там было плюс 15. Понимаете, то есть понятно, что там какое-то глобальное всемирное потепление, перемена климата, whatever, whatever. Вот, но вот такие вот перепады. Но помимо того, что Канада северная страна, конечно же, здесь холоднее на порядок, чем в любой другой стране, которая не такая северная. Вот, и сама Канада подразделяется на более южную, северную часть, конечно же, в основном в Канаде. Основное население проживает на южной части Канады, а на северной почти совсем очень мало людей живет. Вот. Так вот, о погодах. Точнее, о их восприятии, как я воспринимала температуру после приезда. Ну, во-первых, вы знаете, сразу как бы ты наготавливаешься на то, что будет очень холодно, и ты всегда будешь мерзнуть. Поэтому как бы полностью неправильное восприятие одежды, слоев одежды, какие они должны быть. Что на себя одевать? Кажется, что ты должен надеть на себя, наверное, весь гардероб, чтобы оставаться теплым. Но это не так. Это совсем не так. Именно из-за того, что это холодная страна, и холодные погоды здесь бывают часто, зимние особенно, то, конечно же, продумана вся зимняя одежда, она очень сделана качественно и продумана с расчетом на то, чтобы человек не ходил, как, знаете, Винни-Пух какой-то, или какой-то борец с ума, борец с ума, знаете, вот это много складок. Вот, чтобы человек не ходил в таком состоянии зимой, чтобы он все равно чувствовал достаточно, ну, насколько это возможно, легкость в одежде, вот, и комфорт в своем передвижении в этой одежде. Поэтому, вы знаете, конечно же, вот, больше всего, я думаю, страдают дети, потому что все равно у них вот эти snow pants и куртки, и они все вот запакованные, бедные ходят. Но, по большому счету, по большому счету, все совсем не так плохо и не так страшно. И когда мы приехали, помню, мои душеньки купили костюм, конечно же, зимние ботиночки. Нам мы как-то сильно не покупали, купили только куртки. Нет, на самом деле, даже у Кости была куртка, в которой, кстати, он ходит почти по сегодняшний день. Мы купили ее в хорошем магазине для путешествий в Израиле. Ну, мы купили специально такую куртку на холодные погоды. Просто хорошая куртка, она пуховая. Вот. Мы купили, помню, ботинки обязательно зимние. Мы купили, конечно же, нам обоим. Причем, по-моему, там два разных разновидностей. На сухую холодную погоду и на снежную холодную, естественно, погоду. Потому что на сухую, снежную ботинку ходить не обязательно. Есть намного легче. Те же уги, например, уги. Те же уги вы можете купить и ходить зимой, вот как сейчас, когда асфальт зимой. Да, и такой, кстати, декабрь обычно вот такой, как сейчас. Вот вы сейчас можете встретить на мое видео, если не только лишь за исключением каких-то зеленых кустов и травы. Вот. В декабре все выглядит точно так же. Декабрь обычно абсолютно не снежный. И обычно Крисмас, он, ну, это огромная редкость, когда снег на Крисмас. Огромная редкость. И даже на Новый год. То есть в основном снег начинает январь-февраль. Даже продолжает иногда в марте. А то, что не додал, то в апреле еще додает. Вот. Но декабрь обычно не снежный. Поэтому намного легче ходить в нетяжелых зимних ботинках в сухую погоду. То есть есть более легкая зимняя обувь на сухую погоду. Это берите в расчет. Вот. Плюс обязательно, конечно, должны быть ботинки на такие, чтобы они желательно не скользили на снежную погоду. Я знаю, что люди есть, которые имеют там по две пары того, по две пары того. Я лично не вижу большого смысла, сколько вы уже здесь в Канаде ходите. В основном вы передвигаетесь пешком мало. В основном передвигаетесь либо на машине, либо на транспорте. То есть вышли из дома максимум, там дошли до остановки. На остановке сели в автобус. В автобусе, там, не знаю, пересели на метро или на другой автобус. Вышли там буквально еще пару шагов, и вы на месте. То есть вы практически там не ходите. Ну, если за исключением вы там, не знаю, какой-то хайкин делаете там зимой по горам, то там уже совсем другой эквипмент нужен. Но по большому счету да. Вот. Конечно, на очень-очень холодные ветреные погоды, которые особенно бывают характерны в Торонто, это хлыщащий ледяной ветер. Торонто так же, как и Чикаго, считается. Windy City – это город ветров. Поэтому здесь хлыщащий ветер. И, конечно же, snow pants вам пригодятся не только детям, но и взрослым. Вот. Но еще хорошее решение для того, чтобы не носить snow pants – это иметь просто пальто или длинные куртки, которые, ну, вот в пол прямо, да, есть такие куртки. У меня есть настоящее пальто драповое. Оно просто, ребята, шикарное. Я к нему так относилась. Я приехала, мне его подарили. Это пальто. Оно очень классное. Оно очень такое вот, ну, даже, можно сказать, стильненькое. Насколько может быть стильненьким пальто драповое. Но я думаю, господи, куда я буду в нем ходить? Во-первых, оно тяжелющее. Вот это одеваешь, как клуня какая-то. Ну, вот когда наступили такие ветра, я думаю, а ну-ка я его одену. И я была просто реально в тайцах, ребята, девочки особенно, это касается. Я была просто в тайцах. Я была просто в зимних ботинках и внизу в обычном просто кофте. Даже не в свитере, а просто там кофта какая-то типа гольфа, что-то было такое. И пальто. Ребята, ветер мне хлыстал только лицом. То есть по ногам абсолютно плотно ноги закрыты, ветер не хлыщет, холод, мороз не проходит. Я была просто в шоке от этого. То есть насколько хорошая, качественная одежда. Ты чувствуешь себя легко, даже, скажем, минус 25, минус 30. Ты спокойно абсолютно передвигаешься в пальто. При этом внизу у тебя, ну, чуть ли не там весенняя, осенняя одежда одета. То есть как бы главное очень правильно подбирать одежду себе и понимать погоду. У меня не было привычки проверять погоду. Мы как приехали в Канаду, стали проверять погоду. Это у нас тут есть даже целый канал погоды. И 24 часа он работает. И погода здесь меняется там чуть ли не каждую минуту меняется. Погода во всем мире. В Канаде она очень драматически может меняться. То есть утром у тебя может быть прекрасно солнечно. Через 2 часа у тебя уже может быть дождь. А после обеда даже может выпасть снег. Поэтому, то есть погода очень переменчивая. И нам нужно быть в курсе. Особенно если вы работаете как-то, да, отдаленно от дома. Вам нужно добираться. Или там, не знаю, например, какой-то конкретный день, когда у вас много каких-то поездок или чего-то. Вам нужно знать погоду наперед. У всех здесь установлены аппликации в телефонах на погоду. Все ее мониторят все время. Маленький какой-то зонтик у меня сложенный всегда. С тех пор, как я стала вот на учебу ездить, постоянно зонтик сложенный какой-то лежит на случай дождя или какого-то чего-то. То есть, как бы, такие случаи бывают разные. И нужно очень внимательно подбирать одежду на целый день. То есть, если вы знаете, какая будет погода, продумать очень удобно одежду. Опять-таки, вот история с драповым пальто, вы видите. То есть, буквально все было очень правильно и грамотно подобрано. Но у меня были истории, когда я в достаточно холодную погоду одевалась слишком холодно. Иногда было, когда не рассчитала и слишком жарко одевалась. Такое у меня было. Я вам скажу, первые года, наверное, три точно. Потому что в Монреале немножко была другая погода. Там более мягкая зима. А в Торонто совсем другой климат. Поэтому мне нужно было мало того, что адаптироваться после Израиля к Канаде, мне нужно было еще адаптироваться между Монреалем и Торонто. И это при том, что я не... Ну, естественно, не было большого выбора какой-то зимней одежды. То есть, конечно, были базовые вещи каких-то там. Пару свитеров, там куртка теплая хорошая, там шапки, шарфы, рукавицы. Да, вот это все. Перчатки, как это, варежки. Но все равно, как бы, первый год у тебя нету большого выбора. Ты еще не знаешь, как бы, что конкретно тебе может пригодиться. Какие погоды, как тебе будет все это носиться. А там со временем барахло, ну, знаете, накупается очень быстро. Вы очень-очень быстро задовариваетесь этим всем делом. Вот. Поэтому... Вот по поводу одежды нужно заморачиваться, я вам скажу. Ну, мой совет такой. Вести с собой не нужно, потому что, ну, за исключением, если, например, вы не едете из какой-то северной страны, и, в принципе, ваш климат похож, то, что, естественно, у вас наверняка есть хорошие, качественные вещи. Понятно, что их нужно брать с собой. А так... Даже не знаю, что вам сказать. Я не думаю, что есть смысл, например, если вы едете из какой-то более теплой страны, идти там покупать дорогущие вещи. Потому что, если вы идете в специализированный магазин, например, в теплой стране, покупать хорошую куртку, например, так она вам обойдется раза в два-три дороже, чем здесь. Потому что, ну, за счет того, что, да, они берут... Они покупают хорошие фирмы, которые расположены обычно в Америке. То есть это растаможка, доставка, это все. Это очень большие суммы денег добавляются, накручиваются. Поэтому вы платите намного дороже. Нет смысла приедете, купите здесь. Вот. Потом мне сказали очень важную вещь. Знаете, там я приезжала, думаю, так, надо, значит, наверное, несколько слоев одежды, там, майков, там, я не знаю, майка, потом кофта, кофточка, там, я не знаю, еще что-то, еще что-то. Вот. На самом деле, нет. Мне сказали, во-первых, Инна, никогда в жизни правило не одевать катоновые вещи. Катон, да, хлопок, это я не знаю, как называется. Никогда катон не одевать на тело. Катон при холоде, он замерзает. Он впитывает, как бы, грубо говоря, влагу. Он замерзает, и он просто стоит у вас на теле столбом, и он вас холодит еще больше, чем если бы его просто вообще не было, и вы бы на голое тело одели какую-то кофту. Очень важно одевать термобелье. То есть база, основа, это все синтетика. Синтетика – это то, что будет вас греть зимой, и это то, что мне взяло время понять, что синтетика, в общем, короче, это все решение вопроса. Поэтому у меня есть несколько синтетических я купила со временем. Там первый год одну, второй год там еще одну, третий год еще одну. Есть там у меня несколько синтетических таких, я даже не знаю, как их назвать, нижнее белье. То есть это могут быть, как для мужчин, ритузы такие синтетические. И такие кофты, наверное, как-то сказать, кофты. Это не майки, не футболки, а кофты такие. И вот вы одеваете такое термобелье, например, и сверху вы одеваете просто какую-то кофточку. И все. Иногда, если не одет, а если очень холодно вы одели термобелье, и сверху не свитер, а кофточку какую-то, кофту. И куртка там, или сверху что у вас идет, и этого достаточно. А иногда, если не сильно морозный день, то можно просто термобелье и все. И сверху только лишь вашу верхнюю одежду. То есть там куртка, пальто, что там идет. Так что в этом плане для меня это взяло время. И сегодня могу вам сказать, что я зимой одеваюсь достаточно легко, не многослойно, ни в коем случае многослойности не нужно. Потому что если вы перепотеете, тоже это неприятно, когда вы ходите. Потому что там все так греет белье, и все эти обмундирования. И плюс куртки пуховые тоже рассчитаны. Они, кстати, могут быть иногда совсем тоненькие и совсем легенькие. Но греть не менее хорошо, чем если вы какой-то, не знаю, пуховик 20-килограммовый на себя нацепите. Вот. Поэтому не относитесь скептически к легким зимним тонким курткам. Они сегодня сделаны очень качественно. И очень хорошо, вы поверьте мне, в них не замерзнете. Вот. Поэтому на сегодняшний день, вот последние, наверное, года два, я чувствую, что абсолютно комфортно одеваюсь. То есть достаточно легко, насколько это возможно зимой. Это очень важно. Что касается детей, то же самое. Ошибка родителей. Они считают, что куртки в основном, костюмы хорошие, качественные, они легкие. То, что подешевле, оно обычно либо есть дешевое, тонкое, либо есть дешевое, тяжелое. Есть также дорогие вещи, тяжелые, snow pants, тяжелые куртки. Но это в основном, если это пух. Все, что на пуху, оно тяжелое, оно тяжелее. А в общей массе, конечно же, вы не смотрите на пух, не смотрите на вот эти вещи, потому что есть синтетические материалы сегодня абсолютно, абсолютно, абсолютно великолепные, которые, во-первых, куртка у вас будет легче, вам будет ее легче носить. Особенно, если это дети, я вас умоляю, ребенок поносит один, максимум два года этот костюм со snow pants, и все, и все, понимаете. И надо покупать новые. То есть, хорошо, если у вас дети там, допустим, да, с разницей там два-три года, они там друг за другом как-то могут еще носить. Это прикольно. То есть, вы покупаете с расчетом, особенно, если там, например, мальчик-девочка, какой-то нейтральный цвет, там, зелененький, или там, салатовенький, или какой-то там такой. Они могут еще донашивать, это еще хороший вклад. Но, если у вас дети, между детьми разница такая, что уже никто там ни за кем донашивать не будет, или если там какие-нибудь, я не знаю, погодки, или еще что-то. То есть, это большие деньги, и я не вижу смысла тратить большие деньги на зимние костюмы. Когда греют, они абсолютно одинаково. То есть, я еще не видела, чтобы из-за того, что это дешевле зимний костюм, он не грел. Нет, это не так. Это просто подход к материалам, просто для многих важны материалы. Я считаю, что синтетика – это то, что нужно, искусственный материал, и зимой – это то, что нужно. Вот. Поэтому это первая часть, то, что касается костюмов. Не бойтесь брать тонкие вещи, которые легкие, это не значит, что они холодные. И вниз не нужно ребенку одевать майка. Обратите внимание, хлопчатобумажная, да, вот это хлопчатобумажная, ну, хлопок. Майка, потом одевают многие на майку футболку, на футболку одевают свитер. А иногда одевают такую кофточку на футболку, а на нее такую еще другую кофточку на замочке. Ну, вдруг, если ребенку будет немножко жарко, чтобы он мог расстегнуть и остаться только лишь в майке, футболке и в кофте. А вот в кофточке, а кофту снять. Вот, то есть, вот эта многослойность, ну, абсолютно не нужна ребенок, так же, как и вы, носит немного слоев. То есть, просто выберите правильную одежду. Во-первых, вернемся к вопросу отопления. В школах топят так, что дети задыхаются. В школах очень жарко. Зимой топка работает реально очень сильно. Они мокрые. Поэтому самое правильное, это если ребенок просто оденет футболочку и сверху кофточку какую-нибудь, там, на замке с капюшоном, знаете ли, там, ну, на замке удобнее всего, чтобы он через голову не мотал. Дети не любят через голову одевать. Вот. Поэтому вещи подписывайте, чтобы вы не теряли, потому что часто такие вещи теряются. Вот, как кофта, они сняли, где-то оставили, там, джим был или что-то и все. Да, так вот. И ребенок пришел, он находится в классе, он когда еще пришел с улицы, ему еще может быть холодно, туда-сюда. Но потом со временем он разгорячился в школе, там натоплено, понимаете, а если у них еще физкультура или что-то. Он эту кофточку расстегнул, он остался в футболке, в футболке. Вы не переживайте, что он будет только в футболке кофте, куртка его будет греть хорошо. Тем более, опять-таки, ребята, что такое поход в школу? Это недалеко. Да, они, правда, на переменках гуляют, но они же бегают, понимаете, они же не прогулки делают, они же гоняют. Особенно, если это пацаны. Вот, они гоняют, у них кровь там работает, понимаете. У них там такое, они просто реально потеют. Я вам честно скажу, у меня и до так зимой потел. У него даже немножко был маленький запах, конечно, не как у мужика прожженного там такого. Маленький запах, то есть ему было, он говорит, мама, так жарко в школе, так жарко в школе. Это известная известность, что у детей очень сильно отапливаются, поэтому вы не бойтесь детей одевать немножечко легче. То есть не нужно вот эти вот майка, футболка, кофточка, на нее кофта, куртка, понимаете. Ну, куда? Ну, они бедные, они потеют, им это все сложно. Вот, оно как раз, как раз все супер, если у него просто футболка, кофточка на замке какая-то, все, это достаточно. Ну, или, например, у него может быть просто, например, майка и, как он называется, гольф, да, майочка, гольф и все. Это тоже нормально. И куртка. И тогда, если, например, ну, он вот прям сильно вспотел, он может майку снять, пойти в туалет, зайти, снять майку, остаться в гольфе. Опять-таки, да, то есть надо ориентироваться на ребенка, там, насколько он там морозолюбивый, холодолюбивый, жарколюбивый и так далее, насколько там тело. Ну, не нужно паковать, потому что ошибка многих, кто приезжает, то есть нужно вот это 10 слоев запаковать, 10 пар носков одеть. Это все не так абсолютно, ботинки здесь рассчитаны так, чтобы просто ребенок в одном носке нормально, так же, как летом в кроссовке ходит, так же зимой в ботинки. Потому что в ботинке уже идет ботиночек сам по себе, он теплый, хороший. Просто выбирайте хорошую обувь. По сравнению, если я скажу, что можно не смотреть сильно на качество зимнего костюма, сноу пенс и вот курточки, то, пожалуйста, обратите внимание на обувь. Обувь, да, дети тоже вырастают. Во-первых, можно посмотреть всегда в секонд-хенде, посмотреть, кто там на интернете продает, да, там тот же Кижижи и какие-то там еще другие сайты. Есть очень много сайтов, там, где люди с удовольствием вам продадут обувь, там, после того, что ребенок поносил ее год, хорошую какую-то, там, я не знаю, ну, миллион есть. Пожар, Сорель, даже это вот, как она, Мика, Мика, как она называется, канадская фирма, тоже так же, как пожар. То есть есть очень-очень много хорошей обуви, вот обувь не пожалейте, тогда ребенок будет в сухости и в теплости, и чтобы ему было удобно снимать. Детям, конечно, лучше без всяких там завязок, просто на клипах этих, на наклейках, и все, это самый лучший вариант. Вот, так что, ребята, вот это то, что я хотела сказать по шапкам. Ну, шапок должно быть много, я считаю, почему? Потому что, особенно детские, опять-таки, они бегают, они у них ходят, где-то они их даже иногда теряют, поэтому шапка должна быть как минимум две, как максимум, я не знаю, бесконечное количество. Потому что у деток шапки иногда надо постирать, иногда он там в снегу где-то валялся, она мокрая. Вторую найти не можете, третья придет на помощь. У нас шапок всегда как-то две-три точно есть, конечно же, есть у них свои любимые, но есть разные случаи, поэтому шапок должно быть несколько. Опять-таки, с шапками тоже не обязательно заморачиваться. У меня у Идоши, ну, конечно, когда он был совсем маленький, да, там до, скажем, лет, да, где-то лет до четырех, наверное, да, потому что в пять лет у него уже не было такое. Были обычные, знаете, такие, как взрослые, которые натягиваются просто сверху, шапки такие с бомбончиком, без бомбончика на уши такие. Просто натягиваются, просто шапка. А вот как поменьше, то есть такие, да, которые прямо вот на ушки идут, так завязываются на завязочках или на липучке под бородой. Такие вот. Поэтому, как сказать, смотрите, как вам, конечно, удобнее. Берите в расчет, что дети в школе бегают, они иногда и без шапок выбегают, потому что, естественно, там нету родителей, которые там шапку одень, шарфик завяжи, там рукави... То есть расчет такой, что, конечно же, дети не всегда оденут шапку. Вы должны приучить к тому, что обязательно одеть шапку, обязательно одеть рукавички, потому что руки замерзнут и так дальше. А если он вас не слушается, ну пусть идет, мерзнет, ну значит будет болеть, значит в следующий раз там замерзнет, будет знать. А у меня была именно такая школа, потому что он на каком-то этапе не хотел одевать то, не хотел одевать сноупенс, не хотел одевать шапку, в каких-то моментах не хотел одевать перчатки. Все, сегодня это все уже кануло в лето, потому что я ему говорила, окей, ты не хочешь одевать штаны? Ди без штанов, иди в обычных спортивных штанах на улице минус 20, минус 25. Пожалуйста. Он шел, он шел, я его пускала, я понимала, что и там он, возможно, заболеет, возможно еще что-то. То есть есть много каких возможностей, да? Но если, это бесполезно объяснять, заставлять, он будет там испытывать какую-то обиду на меня. Вот мама меня заставила, а я не хотела. Да, пожалуйста, хочешь, иди, иди. Он приходил, мам, ты знаешь, я говорю, ну как сегодня было нормально, не замерз? Мам, ты знаешь, замерз, замерз, было холодно, я завтра одену штаны. Ну, великолепно. То есть бесполезно, бесполезно. Говорит, если ребенок упирается, пожалуйста, пусть ходит, мерзнет. Вот. Именно вот еще пока они не совсем большие уже могут, конечно же, на злость сделать и сказать, что я не мерзну, хотя на самом деле он будет мерзнуть, да? Мы говорим про деток поменьше, которые еще без лукавства, которые еще не пытаются сильно хитрить. Так у нас вот было в первом классе, во втором. В третьем он уже вообще без разговоров одевал, когда что нужно. Он сам знал. Даже иногда я говорю, да, сынок, иди без рукавиц, там, без перчаток, без рукавиц. Потому что когда холодно, мы одеваем варежки, пальчики вместе. Это когда холодно. А когда более теплые дни, то мы одеваем просто перчаточки такие. Ну, вязаные, конечно, там не кожаные. У нас вязаные есть, просто там, да, такие непромокаемые. Вот. И один раз что-то там одни я не просушила, вторые были сильно тонкие. Я говорю, да, иди так. Он говорит, мам, ты что, нет, 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 дай мне, дай мне там что-то, что-то. То есть ребенок сам уже, понимаете, взрослеет. У него появляется вот эта ответственность самого себя. И он сам понимает. Но, опять-таки, у меня еще вот ребенок в этом плане такой, что он понимает. Например, я знаю, что если бы это я с Габи делала, я еще. Но она у меня зимой одевается как солдат. Она ребенок такой, который все по инструкции. То есть если по инструкции надо одевать, я не знаю, там, ботинки, штаны, куртку и шапку, ребенок будет это одевать. То есть у меня с ней было наоборот. Там было что-то, что я хотела ей не одеть, так она говорит, нет, одевать надо. То есть она все по инструкции. Ну, я знаю, что есть дети, конечно, которые эти все техники до одного места, они все равно упрутся и все есть. Я знаю, что, конечно, дети разные, разные характеры. Ну, я вам рассказываю про свой опыт, как это у меня. А вы уже там, конечно, подбирайте себе с ребеночком, смотрите, как вам там что удобнее. Вот. Так что я вот хотела поделиться таким опытом про детей, как у нас это было. Что, конечно, это взяло время понять, какая на улице температура. Даже я видела, например, там, я не знаю, минус 15. Мне это ни о чем не говорило, как я должна одеться для минус 15. Вот. То есть разные, конечно, природные явления здесь, которых нету, не было в моем опыте, в принципе. Такие, как, например, Фризен Рейна, которым у меня было в свое время видео. Для меня это был поразительный, просто поразительный опыт, которого я никогда не испытывала ранее. Вот. И опыт был не самый приятный. Слава богу, попался человек, наш прекрасный бабиситтер, который она, на тот момент еще мы с ней не сотрудничали, но мы просто знались, общались. Она на машине ехала за своими внучками, она меня подобрала в обе стороны. Это был тоже для меня опыт. И я поняла, что когда будет Фризен Рейн в следующий раз, я носа своего на улицу не кожу вместе с детьми. Особенно, когда вы не на машине, когда вы пешие. Там мне дали уже рецепты, что нужно делать, там, на ботинки одевать носки, там, резинки, там. Там очень много чего резинки натягивает на ботинки. То есть много каких рецептов мне там уже дали, но это все было потом. А вот в тот момент, когда я попала в эту ситуацию, когда это было после Фризен Рейн, и все поверхности, которые есть, были покрыты льдом, просто как будто разлили лед, и он замерз в ту же секунду. Вот это явление Фризен Рейн. Я уверена, что кто живет в Канаде, знает об этом явлении. Осадки, это когда зимой падает дождь, и сразу такая низкая температура на поверхности, что он сразу замерзает, превращается в лед. То есть оно падает и превращается в лед. Вот такое явление. То есть это дождь, который падает в минусовую погоду. Вот так, если рассуждать, что, в общем-то, явление, которое быть не может, мы говорим, что когда мороз, то падает снег, идет, не может идти дождь. Ну вот получается, что это такое состояние, когда наверху, видимо, там на небе плюсовая она получается, температура, а здесь минусовая. И вот такое получается, это ужасное состояние, это падает, попадает на деревья. Представляете, какая тяжесть для деревьев, ужасная тяжесть для листьев. Деревья реально не выдерживают, провода рвутся. То есть это попадает на провода, да, на деревья. И это все рвется. И это, конечно, ужасно. Вот, поэтому... Опасное, опасное явление, пожалуйста. Если вы без машины, и вы знаете, что на улице фризенрейн будет передают, пожалуйста, останьтесь дома. Я не знаю, работайте из дома. Поэтому, если нет возможности работать из дома, просто возьмите выходной, вы сохраните свое здоровье, нервы и все остальное. Поэтому вот такая рекомендация. Все, ребята, это был разговор на сегодня. Надеюсь, не сильно занудный. Заодно вы смотрели дорогу. Я уже почти-почти-почти приехала. Еще не совсем. Вот. Даже вот я пока вам рассказывала, как-то углубилась в эти все воспоминания. И это все было так приятно вспомнить. Такая ностальгия за этим первым временем. Это определенная романтика. Определенная романтика своего рода, когда ты в новой ситуации, ты не знаешь, как себя вести, и ты познаешь мир заново. Это интересно исследовать этот мир, эту жизнь. Вот. Поэтому всем, кто приезжает, ребята, надеюсь, вам будет на заметочку. Кто уже здесь, возможно, поддержит мои какие-то мысли, согласится с ними. Возможно, нет. У каждого разный опыт. У каждого разные, как сказать, взгляды. И, естественно, разные организмы, разные ситуации. Поэтому, конечно же, единого мнения здесь быть просто не можем. Просто какие-то рекомендации от меня. Вот. Я вам желаю хороших выходных, хорошего настроения, чтобы вы все были здоровы, ваши семьи. Мы так глубоко уже заходим в осень. Заканчивается сентябрь, начинается октябрь. Это самый осенний месяц из всех. Это когда уже деревья меняют свой цвет, начинают менять. Вот эта вся красота, когда деревья еще не опали, но уже цвет поменяли. Тоже такая романтическая пора наступает. Поэтому поздравляю вас с осенью. Желаю вам хорошего настроения, хороших выходных. Спасибо, что досмотрели до конца. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, лайкайте страничку в Фейсбуке с одноименным названием моего канала по будням с Инной. Для тех, кто еще не зашел на страницу и тот, кто не является мембером в страничке Фейсбука, я выставила там пул, опросник такой по поводу встречи в Израиле. Поэтому, кто еще не зашел, заходите, отмечайтесь. Кто может в какой день и в каком локейшн, какая локация, пожалуйста, заходите. Мне нужно знать. На сегодняшний день я вижу, что пока не с большим отрывом, но лидируют. Есть некоторые люди, которые мне еще в личных сообщениях написали, которые просто у меня не подписаны в группе, которым я уже вижу, что удобнее в четверг в Решен-Лиционе, в четверг вечером 9 ноября. Поэтому заходите, голосуйте. Возможно, локация изменится. Но, скорее всего, уже все движется в том направлении. Но все открыто. Заходите, заходите, отмечайтесь. Буду рада видеть вас всех на встрече, со всеми познакомиться. Все. Хороших выходных. Теперь уж точно пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok